Всем привет любители халявных игр, с вами Игорек, и в этом видео я покажу вам топ 30 самых лучших бесплатных игр Steam, которые вышли здесь за последнее время. На этот раз мне удалось собрать для вас игры разных жанров, начиная с головоломок, шутеров, гонок и так далее. Кроме того, почти в каждую из них вы сможете сыграть вместе с друзьями, так что можете скинуть им это видео прямо сейчас. Ну а перед тем как мы начнем, хочу устроить среди вас розыгрыш на выполнение баланса Steam, для участия лайк, подписка и любой комментарий в тематику видео. Например какие игры из топа вам понравились больше всего, ну а как только это видео наберет полторы тысячи лайков, я случайным образом выберу победителя и опубликую его в моем телеграм канале, так что желаю всем удачи и приятного просмотра. Хочешь купить интересующую тебя игру на балансе твоего аккаунта по нулям, не стоит переживать, ведь на помощь приходит сервис донатов нет, благодаря которому пополнить свой баланс можно быстро, выгодно и безопасно. Для этого потребуется просто ввести свой логин стима и нужную тебе сумму. А после оплаты, как видите, деньжата успешно доставлены на баланс моего аккаунта. Кстати, прямо сейчас комиссия на пополнение стима была снишена до 10%, что довольно круто. Кроме того, донатов нет, также предложат вам карты пополнения, для популярных регионов и сервисов на любой вкус, в том числе и пополнение мобильных игр, прямо по твоему айди. Поэтому проходи регистрацию по моей ссылке и получай скидочный купон на первую покупку, ведь с донатов нет, донат есть, ссылочка в описании. Ну а первая бесплатная игра из моей подборки это The First Descendant. Кооперативный лутер-шутер, событие которого разворачивается на континенте Ингрис, его пытаются захватить пришельцы. В роли одного из потомков так называемых людей, получивших таинственные суперсилы, игроки пытаются остановить противника и раскрыть тайну своих способностей. Игра рассчитана на команду до четырех человек, которые выполняют различные задания и мировые события, сражаются с огромными боссами и улучшают свое снаряжение. На выбор есть несколько персонажей с уникальными наборами навыков и способностей. Одним словом, корейцы знают чем цеплять. Фантасма Гори, мрачное приключение в духе Little Nightmares. Событие игры разворачивается в искаженном театре, который держится на хрупком разуме скорбящего кукловода. Имея только иголку и нитку в роли балерины из музыкальной шкатулки, вам нужно избегать ужасающих созданий, а главной целью нашего путешествия будет раскрыть правду, стоящую за всеми этими событиями. Слайдер, приключенческая игра головоломка, в которой нам предстоит исследовать 9 уникальных регионов, решить множество сложных головоломок, используя специальный артефакт и найти своего кота. Проект содержит в себе более чем 10 часов контента, так что если вам нравятся подобные игры, обязательно сыграйте. Далее у нас Supermarket Together, симулятор владельца супермаркетов, который может сыграть как одному, так и в компании до 16 человек. Название говорит само за себя, геймерам нужно наладить торговлю в своем магазинчике, расширяя ассортимент товара, а также докупая новое оборудование и помещение. Разработчики добавили настройки сложностей и систему перков, а также активности вроде уборки и погони за ворами. Warhammer 40 000 Speed Freaks, мультиплеерная гонка по культовой франшизе, в которой игрок управляет боевым транспортным средством и противостоит врагам на трассе. В текущей версии игры доступно множество транспортных средств с уникальными способностями, которые можно кастомизировать, меняя диски, шины, аксессуар и окраску. А также два режима, уничтожение конвоя, где две команды по 8 человек сражаются друг с другом, и смертельная гонялова, в ней команды должны сражаться с врагами и захватывать точки. Сейчас проект находится в раннем доступе, а до полноценного релиза, который состоится до конца 2024 года, в гонку добавят новую карту, новый транспорт и различные улучшения. Creepy Waves FM Bug Fixer, короткий атмосферный психологический хоррор, которым вы играете за 16-летнего подростка, устроившегося на свою первую работу в крупную компанию по разработке игр. В одну из ночных смен вы замечаете ряд странных событий, которые, исходя от ваших действий, могут закончиться плачевно. All Wolves Must Fall, научно-фантастический изометрический экшен с тактическими элементами. События игры разворачиваются в альтернативной реальности Берлина 2089 года. Холодная война продолжается до сих пор, а люди научились путешествовать во времени. Вам предстоит стать одним из агентов, который отправляется в прошлое, чтобы предотвратить ядерный апокалипсис. Ранее игра была платной, а сейчас можно сыграть бесплатно. Далее у нас Fall Spine, динамичный экшен-рагали, которым главный герой охотится на чудовищ в сеттинге Дикого Запада. В ходе прохождения вы сможете находить подсказки и журналы, содержащие информацию о легендарных монстрах. В игре доступны десятки видов оружия, а также всевозможные артефакты для усиления персонажа. Circuit – идеальная отправная точка для молодых людей и взрослых, которые только начинают изучать программирование. Игра предлагает практический подход к изучению основ программирования с помощью серии увлекательных головоломок. Среди других особенностей разработчики выделяют интуитивно понятный интерфейс, а также увлекательный сюжетный игровой процесс. Once Human – многопользовательский симулятор выживания в постапокалиптическом мире будущего. Согласно лору игры, причиной катастрофы стала некая звездная пыль. Инопланетная сущность, которая заразила людей, животных и даже растения. Чтобы выжить в этом опасном мире, игрокам придется объединяться с друзьями, исследовать мир, искать ценные ресурсы, крафтить и прокачивать оружие, сражаться с монстрами, в которых превратились люди и строить собственное убежище. На данный момент проект имеет смешанные отзывы и довольно крупный онлайн. Следующая безладная игра – это Screwdriver, сгоночная песочница, в которой можно собирать собственные машинки в стиле лего и участвовать в динамичных заездах по различным трекам. Благодаря удобному редактору вы сможете сконструировать автомобили, грузовики, танки, самолеты и все на что хватит вашей фантазии. В игре, кстати, также присутствует мультиплеер, но, судя по отзывам, сейчас он работает нестабильно. Crypto FM – атмосферный симулятор ходьбы о фотографе, который собирается переехать в небольшую деревню в Польше, где, по слухам, обитает неведомое прежде существо, которое оставляет следы. Вам предстоит слушать радиостанцию, читать сайты и исследовать игровой мир, чтобы раскрыть тайны этого поселения. Mon – многопользовательская игра, герои которой поднимаются на вершину горы. Единственный противник – это гравитация. В процессе путешествия можно отвлечься на сбор ресурсов, небольшие активности или просто отдыхать и наслаждаться видом. Также по всей карте разбросаны предметы коллекционирования, которые вы сможете отыскать. Кота Вашоиджи – визуальная новелла, рассказывающая о девушках с ограниченными возможностями. В игре нам расскажут про Хисауна Каи – мальчика с врожденным бароком сердца, который после госпитализации попадает в старшую школу для детей-инвалидов, где пытается найти друзей и любовь. Официальной русской локализации у проекта нет, но на просторах интернета можно найти русификатор. Далее у нас What The Fog – кооперативная ролевая игра для двух человек во вселенной Dead by Daylight, где игрокам необходимо научиться работать вместе, чтобы сражаться с врагами, собирать очки крови, ремонтировать генераторы и искать выход из тумана. В самом стиме игра платная, но если создать аккаунт на официальном сайте Behavior Interactive и подвязать свой стим-аккаунт, мы можем получить игру совершенно бесплатно. Сколько ключей осталось в наличии неизвестно, так что рекомендую поспешить. Ну а если ты не хочешь пропускать подобную инфу, то обязательно подпишись на мой канал, поскольку здесь я на регулярной основе выпускаю видео про новые бесплатные игры, актуальные акции и раздачи игр в стим, эпигеймс, гок и других сайтах с халявой. Кроме того, своей подпиской ты приблизишь мой канал к отметке в 100 тысяч подписчиков, так что с меня контент, а с тебя подписка. Следующая бесплатная игра – это Predisacer, моба-шутер от третьего лица, в формате 5 на 5 и вдохновенный игрой Парагон. В ней более 35 уникальных героев, каждый из которых обладает своим набором способностей, от стрельбы сквозь стены до невидимости и мощных ракетных атак с неба. Игра предлагает сражения на трех линиях, а также стратегические элементы, включающие уничтожение и оборону точек на карте. Несмотря на то, что игра разработана на движке Unreal Engine 5, системные требования у нее достаточно демократичные, так что можете сыграть. Infected Shelter – безумный постапокалиптический roguelite action с видом сбоку, в котором игроки выступают в роли одного из выживших, который отправляется на поиски своих товарищей, похищенных из убежища. В процессе вы сможете находить чертежи для улучшения, разблокировать новое оружие, предметы и уникальные способности. Игра предлагает одиночный и кооперативный режим до 4-х человек, где каждый забег отличается от предыдущего, благодаря случайной генерации карт и разнообразным врагам. Sneak Out – многопользовательская игра в жанре прятки, рассчитанная на шестерых игроков. Вы и ваши друзья оказываетесь в замке с призраками, где один из вас становится охотником, а остальные должны прятаться под видом различных предметов и выполнять задачи, чтобы открыть портал к спасению. Что касаемо игроков, попавшихся охотнику, то они превращаются в призраков и могут всячески помогать своим тиммейтам. Bad Dream Fever – мрачный Pointed Click Quest, погружающий вас в мир, покрытый странными чернилами и охваченный таинственной чумой. Сюжет наполнен элементами страха, одиночества и печали, а геймплей состоит из исследования мрачных локаций и решений креативных головоломок. Ранее игра была платной, а сейчас можно сыграть бесплатно. Playback Loop – необычная головоломка, в которой нужно записывать свои действия, а затем воспроизводить их, чтобы решать головоломки с помощью своих призраков. Исходя из рецензии большинства пользователей, игра заслуживает звание одной из лучших бесплатных головоломок. Так это или нет, можете узнать сами. Далее у нас система Override. Фигура про хакера, который должен прокладывать безопасный маршрут для своего компаньона по различным локациям. В вашем распоряжении будут камеры видеонаблюдения и всяческие переключатели с ловушками. Stormgate – многопользовательская экшен-стратегия в духе Варкрафта 3 и StarCraft 2. В игре вас ожидают ПВП-сражения, кооперативные режимы против искусственного интеллекта и сюжетная кампания, которая расскажет о войне людей с инопланетными захватчиками. Проходить ее можно в одиночку или с друзьями. Также в стратегии доступен редактор для создания собственных карт, где можно рисовать ландшафты, писать скрипты и модифицировать юнитов. Сейчас Stormgate находится в раннем доступе, а полноценный релиз состоится не раньше, чем через год. Don't Forget – психологический триллер, вдохновенный тематикой деменции. Сюжет переносит в вас три ключевых события из прошлого главного героя, и по мере прохождения игра все больше искажает восприятие реальности, отражая последствия заболевания. В плане геймплея вам предстоит исследовать различные локации, попутно решая головоломки и играя в стимулирующие мозг мини-игры. Dark & Darker – многопользовательская фэнтези-рпг, где игроки в роли искателей приключений следуют мрачное и опасное подземелье, полное ловушек, монстров и других игроков. Сражайтесь, собирайте сокровища, используйте заклинания и оружие, чтобы выжить и найти выход из лабиринта. Для многих игроков Dark & Darker оказалась довольно сложной, из-за своих специфических механик. Также стоит упомянуть о том, что полная версия игры будет доступна лишь после внутриигровой покупки, однако не переживайте, ведь стандартного контента вполне достаточно, чтобы сделать по ней какие-то выводы. Еще одна игра в похожем сеттинге – это Dungeon Born. Кооперативная ролевая игра, в которой нужно исследовать подземелья в поисках сокровищ и боссов, а после полной зачистки локации нужно эвакуироваться, найдя портал. На выбор игроку представлено несколько классов – боец, друид, жрец, разбойник, пиромант, рыцарь смерти, криомант и мастер меча. Разработчики обещают свыше десятка уникальных комбинаций оружия, множество модификаторов для снаряжения и динамичную систему боя. Кстати, помимо сражения с обитателями подземелий, игроки могут состязаться друг с другом на арене. Wallis Mesh – симулятор волейбола с быстрыми матчами и рядом простых комбинаций для успешной работы в команде. Доступен одиночный режим и локальный мультиплеер на шестерых. Проект находится в раннем доступе и был разработан всего одним человеком за 4 месяца. Enlisted – масштабная многопользовательская игра о второй мировой. Вам предстоит возглавить отряд солдат, которым нужно отдавать приказы и переключаться между бойцами, чтобы управлять тактикой на поле боя. В игре представлены крупномасштабные сражения, разнообразная техника и оружие, а также возможность выбирать разные классы, такие как пикатинет, снайпер, танкист и другие. Как для бесплатного аналога того же Battlefield, Enlisted отлично справляется со своей задачей, так что рекомендую. Далее у нас Shifter – атмосферный платформер, которым игрок исследует загадочный мир, используя порталы для перемещения между светлыми и темными измерениями. По мере продвижения вы будете решать головоломки, освещать пустоту и раскрывать скрытые тайны, избегая длительного нахождения в темноте. Quaker Bros. Force Haze – игра в жанре Tower Defense с элементами рогалика, где вы играете за армию уток, защищающую свою добычу от нападения куриной мафии. Для этого предстоит улучшать своих уток, открывать новых мощных юнитов и выстраивать стратегию обороны, чтобы противостоять волнам врагов. Specter Divide – соревновательный шутер в духе КС и Valorant, где бои проходят в формате 3 на 3. Игрокам доступны 8 фракций, 4 карты и около 20 видов оружия. А главной особенностью игры является возможность управлять сразу двумя персонажами, между которыми можно переключаться в любой момент. Что, например, позволит вам неожиданно атаковать противников, или защищать сразу два плента. Если хочешь сыграть во что-то свежее и динамичное вместе с друзьями, то Specter Divide будет отличным вариантом. Ну а на этом моменте видео подошло к концу. Надеюсь, после его просмотра вы пополнили свою библиотеку парой-тройкой бесплатных игр. Так что в знак благодарности можете подписаться на канал, прожать свой лайк и скинуть это видео своим друзьям. Ну а если же этой подборки бесплатных игр вам было недостаточно, тогда рекомендую к просмотру и другие видео из этой рубрики на моем канале.